Мы в ответе за тех, кого бросили. Такой девиз могли бы выбрать для себя волонтеры из Кировского приюта для животных зоокоролевства. Его питомцы, некогда спасенные от верной смерти, на улице ищут новых ответственных хозяев. Об осеннем пополнении жителей зоокоролевства расскажет Иван Швейцов. Сейчас проблема увеличения популяции бродячих и бездомных животных в Кировской области стоит остро. Приютов и питомников в нашем регионе почти нет. А малочисленные волонтеры просто физически не могут справиться с большим количеством бездомных животных, которое растет в геометрической прогрессии. Ей очень нужно общение. Кошка мурлыкает, очень много мурлыкает, охотница, ловит мух и поймала бы, наверное, еще кого-нибудь. Кто пришел с работы и испытывает недостаток любви к себе, вот ему вот это животное очень-очень подойдет, очень понравится. Все животные из зоокоролевства обязательно проходят обследование у ветеринара. А если нужно, и лечение, как бы дорого оно не стоило. Поэтому люди, которые забирают животное из приюта, получают его здоровым и ухоженным. Собачка попала в приют с большими ранами. У нее была рваная рана на боку, ее кто-то покусал, другая собака. Мы ее лечили, и в принципе у нее все заживает. Даже когда собака болела, она жизнерадостная была, веселая, вот такая подвижная. Вот такая собака подходит в семью, где люди ведут активный образ жизни, потому что очень-очень-очень любит бегать, играть, с детьми хорошо будет ладить. Судьба каждой собаки в приюте по-своему драматична. Пес по кличке Дик попал в зоокоролевство в крайней стадии истощения. Он весил всего 15 килограммов, против сегодняшних 60. С тех пор, как его спасли и откормили, он всегда в зубах таскает за собой миску для еды. А эта собака самая, что ни на есть породистая. У нее даже есть клеймо от питомника. Эта порода в принципе нераспространенная в городе Кирове, называется она восточно-тибирская лайка. Получилось так, что весной звонила женщина о том, что потеряла год назад такую собаку. А собака была с клеймом, собака привезенная из Питера. Очень просим, если эта женщина нас увидит, пусть она в ближайшее время объявится и заберет свое животное. Кому ни попадя, здесь животных не отдают. Если человек высказывает желание забрать кошку или собаку, его проверяют, насколько он готов быть ответственным хозяином. А если надо, то и учат правильно обращаться с будущим питомцем. Иван Швецов, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.